Девушки отдыхают Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Анастасия Бояринцева, приглашаю посмотреть очередной выпуск «Портобзора». Заканчивается лето, а с ним и пора отпусков. Почти все команды уже приступили к тренировкам и подготовке к предстоящему сезону. Не стали исключением и грудненские чемпионы. Нашей съемочной группе удалось встретиться с главными тренерами и поговорить об изменениях в составах и планах на предстоящий сезон. Девушки отдыхают Наша сейчас самая главная задача – это сплотить и объединиться одной целью и продолжать идти вперед. Как известно, в составе Немана большие изменения. Клуб потерял много хороших и перспективных игроков. Покинули команду вратарь Сергей Горелов, защитники Ян Гомер, Андрей Антонов, Сергей Колосов, Евгений Лисовец, нападающий Артем Башкор, Артем Кислый, Андрей Мокров, Петр Фабуш. Но и приобрел Неман немало. В составе клуба много новичков. Виктор Андрющенко у нас с Олигорского шахтера работает с нами. Масленников Ярослав с Гомеля работает. Также молодые ребята с Витебска, но думаю, что им пока еще тяжело бороться за первое место. Нужно уметь играть и финалы, прочувствовать это, уметь играть за первое место. Так что я не удивлюсь, что состав еще будет видоизменяться. Новый состав уже успели немного обкатать и проверить на домашнем турнире память Александра Дубко. И хотя Неман занял только третье место, видно, что команда в хорошей форме и наиграв состав сможет претендовать на повторение успеха. Спортсмены готовы. Мы всегда начинали тяжело. Единственное, что не радует, что турнир мы за пятый или шестой раз его играли и проиграли. Но здесь никто не расстраивается. Думаю, что у нас еще ждут приличные испытания впереди. Главное – это подойти в оптимальной форме к континентальному кубку. Конечно, хотелось бы усилиться. Тут скрывать нечего. Но будем изыскивать возможности усиления по ходу и сплачивать коллектив. В прошедшие выходные завершился турнир памяти Руслана Салея. И хотя на этих соревнованиях грудницы не смогли ощутить вкус победы, они смотрелись неплохо на фоне именитых соперников из КХЛ. А последний матч против Минского Динамо можно назвать самым красивым и зрелищным поединком турнира. Борьба в нем была равной. Как всем известно, Неман стал фарм-клубом Минчан. Что же это даст нашей команде, по мнению Дмитрия Кравченко? Сложно говорить о плюсах, о минусах. То, что, конечно, для нас будет помощь, если главная команда пришлет нам подкрепление на континентальный кубок. То, что ребята, те, которые будут не участвовать в играх основной команды Динава Минска, они, я думаю, будут приезжать и получать практику здесь. В принципе, и задача второй команды именно поддерживать, готовить и поддерживать форму спортсмена для главной команды. Сегодня Неман матчем с молодежной сборной Беларуси стартовал в розыгрыше Кубка Беларуси. Интересно, что до этого грудницы ни разу не завоевывали почетный трофей. Далее мы встречаемся с химиком нашей группы Новополоска. После этого поездка в Могилев, потом долгожданная юность. В конце прошлого сезона зрители нашей программы задавали Дмитрию Александровичу вопрос, когда же он выйдет на лед. Вот, что он ответил перед началом этого сезона. Сейчас от лета отойду, проблемы откинутся на счет сезона. Там будет видно. Может быть, если в составе не будет хватать защитников, одну игру сыграю точно. 10 августа у Дмитрия Кравченко родился сын Тарас. Мы от всего телеканала Гродно Плюс поздравляем молодых родителей с радостным событием. Желаем, чтобы малыш рос здоровым и радовал их. Надеемся, что сын, как и папа, будет прославлять наш город. От ледовых баталий перейдем к более теплой обстановке. Волейболистки Гродницкого Немана ГРГУ также приступили к тренировкам. У нас особых изменений нет. Остались в основном молодежь у нас, все, что есть. Сейчас мы на данный момент тренируемся. Без двух сборниц наших, потому что они сейчас готовятся к чемпионату Европы. Вот приехали недавно, вернулись со сборов, одни уже прошли. Вот сегодня должны уезжать уже на следующие сборы. Идет достаточно продуктивная работа, и молодежи много, все прекрасно работают. Будем надеяться, что толк будет. Ну и готовимся уже к турнирам, уже ко всему. Как и в хоккейном Немане, в волейбольном много новичков. К нам пришли две девчонки, сами они Гродницкие, но до этого учились в Роре, в Минском. Две девчонки, это три пути. Она сама из Волковыска и Ажгирей Настя, она здесь Гродницкая. Вот они пришли. Будем надеяться, пока они еще школьницы, но так дают очень хорошую перспективу на то, что в будущем будут играть. К сожалению, не удалось избежать и потери. Команду покинули несколько хороших и талантливых игроков. У нас потери буквально небольшие, но ушли достаточно опытные игроки. Это Емелянчик, она уехала у нас в Казахстан. Ушла Рахман, наш бывший капитан, и пасующий Бернантович. Но мы пасующий заменили, к нам пришла тоже со сборной пасующая Цупранова. Первый этап подготовки к чемпионату уже закончился. Сейчас команда уехала на сборы, где и будет готовиться к сезону. Подготовка прошла успешно. Первый сбор у нас в основном был физическая подготовка, плюс небольшое втягивающее. Прошла она очень продуктивно, было очень хорошо в мостах у нас здесь поближе. Ну а сейчас уже мы едем на сборы в Соколке, это будет уже на более продуктивно, уже начнем что-то отрабатывать именно с составом, где-то что-то уже в этом плане. Будем смотреть уже, кто их на что, на какой позиции будет играть и как будет получше. На этом этапе подготовки Андрея Буховски планирует и несколько товарищеских матчей. Ведем мы переговоры о том, чтобы сделать спарринг, это в конце сборов съездить в Лодь, там будет в это время команда на сборах из Варшавы, из первой лиги. Вот с ними планируем сделать спарринг. Какая команда, пока не знаем, но надеемся, что сильная. 17 сентября в нашем городе начнется турнир памяти Владимира Корчевского, на который должны приехать сильные клубы. Поэтому игровая практика очень нужна. Предварительно к нам должны приехать это Луцк из Украины, Могилев наш коммунальник и, возможно, смотрим четвертую команду, возможно, какая-то команда из российской суперлинии. Ожидается, что в этом году чемпионат будет напряженным. Многие клубы привлекли большое количество легионеров. В этом году, пока по информации других клубов, то будет достаточно тяжелый чемпионат, потому что очень многие команды уже, смотрю, слышал, уже укрепились легионерами, причем так вроде бы хорошими. Но мы особо их стараемся не бояться, потому что, когда увидим, кто это, кто и что они, я думаю, мы победим. Потому что уже есть у нас задел, и многие девчонки уже были этими чемпионами. Они знают, что такая радость победы, и я думаю, они будут бороться. И все-таки легионеры, легионеры, но мы все равно сильнее. На данный момент эмоции, конечно, положительные, потому что много молодежи, и хочется с ними много подтянуть, очень много работы, как говорится, непочатый край. Но эмоции положительные, и, как всегда, уже рвусь в бой, и хочется уже играть и побеждать. Надеемся, что в этом году наши волейболистки выступят так же хорошо, как и в прошлом. Если волейболистки уже начали второй этап подготовки, то баскетболистки Гродненской Олимпии только начинают собираться. Вчера прошли первые тренировки более-менее полным составом, который также претерпел изменения. Мы в этом году поднимаем с команды Виктории шесть игроков, девочки 94-го года рождения, и одну девочку даже 96-го года рождения, это Кевляк Виолетту, которая, на мой взгляд, перспективная. То есть, код с такой идет на омоложение, ну и стараемся сохранить костяк прошлогодней команды. У нас осталось из легионера Калешкина и Щипакина, которые были, осталось Филончик, Дрозд. Ну, серьезная потеря – это Мария Попова, потому что это позиция четвертого номера, которую надо сейчас думать, как закрывать. В связи с этим будем просматривать пару игроков на эту позицию и начнем подготовку. В этом году наши основные соперники хорошо укрепились. Если в Олимпии большинство молодежь, то у конкурентов легионеры. Посмотрел, как идет комплектация команды «Горизонт», например. Они подписала контракт Татьяна Троина, которая игрок национальной сборной, Наталья Трофимова, игрок национальной сборной, Лидия Понасюк, которая играла в Литве, та самая, кстати, наша воспитанница, но подписалась с «Горизонтом». Плюс Марина Крес, игрок национальной сборной, осталась легионерка центровая Хоминчук. То есть у «Горизонта» очень серьезная обойма, очень серьезная. Там практически, еще Ануфриенко идет разговор, еще Олег Тарович, практически игроков восемь с национальной сборной. Поэтому, конечно, с таким клубом, как «Горизонт», в этом сезоне будет очень тяжело бороться. Что касается второго нашего прямого конкурента, это команда «Цмоки» «Минск». «Цмоки» подписали контракт с американкой, с сильной американкой, центровой, которая рос за 190. И сейчас подписали еще контракт с «Сербийкой». То есть идет комплектация полным ходом. Поэтому, конечно, наши игроки, молодые игроки, вряд ли в первое время смогут конкурировать с таким пополнением команды соперника. Нашей молодежи будет нелегко противостоять опытным соперницам. Но Александр Станиславович рассчитывает на применение новых тактических схем. И то, что наше пополнение прошло хорошую школу баскетбола. По его мнению, все должно получиться. У нас как бы работает своя школа. И если, допустим, взять, допустим, «Джиншор-7», наши девочки, допустим, 97-го года рождения, они победители Олимпийской дни молодежи Республики Беларусь. Девочки 98-го года выиграли в спартакиаду школьников Белоруссии. Им надо где-то играть. Поэтому мы приняли такое решение этих девчонок поднять в команду «Виктория», чтобы у них была какая-то игровая практика. И на следующий год девочке 98, которым будет 16 лет, у них будет чемпионат Европы кадетский. Поэтому им нужна необходимая игровая практика. И это решение как бы вынужденное. В связи с этим девочки 94-го, 5-го, 6-го годов, они как бы в команде «Виктория» не будут иметь достаточного игрового пространства. Ну и время им настало подходить к Олимпии. Команда почти в полном составе. И сейчас главное – набираться игровой практики. Баскетбол – это такая игра. Кто-то еруется, тот и в кондиции. Когда после каникул они приезжают, вот основная часть нашей команды «Олимпия» пришла на тренировку, я им дал поиграть с девочками 94-го года. Это команда «Виктория» прошлогодняя. Ну и наша «Олимпия» проиграла 94 на 100. Почему? Потому что физически команда еще не готова абсолютно. Ну а девочки, которые были в «Виктории», они были на чемпионате Европы, где заняли четвертое место в Турции. Это достижение очень весомое. Они получили хорошую игровую практику. Поэтому они сейчас находятся в хорошей кондиции. Ну а дальше время покажет, кто будет из них лучше. Скоро вы сможете увидеть обновленную «Олимпию» и оценить ее нынешний потенциал. В ближайшем матче у нас два турнира будут в Литве, в городе Турск-Киненка. Поэтому россияне проводят семинар в городе Турск-Киненка. И они собирают под это дело шесть клубов. Из них будет четыре российских, один литовский, кипер-штиз и мы. Мы примем участие в этом турнире. Потом вернемся в Гродно на подготовку. И в конце уже сентября примем участие во втором турнире, где будут сильные команды. Будет тоже «Динамо Москва», с которым нам играть в Еврокубке. Мы с ним играем шестого ноября в Еврокубке в Москве. Поэтому нам интересно посмотреть уже заранее уровень этой команды. И вообще будет «Волок» до «Чиваката». Это команда премьер-лиги России. То есть там очень серьезный уровень. И проверить и нашу молодежь, и все, будет такая возможность. Поэтому к этому сейчас потихоньку начинаем готовиться. Но в первую очередь надо поднять функциональную готовность команды. И хотя горячая пора отпусков заканчивается, творческая группа передачи «Спортобзор» отправляется отдыхать. Так что встретимся через месяц. А вы, пока нас не будет, как всегда, болейте за наших. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова